Милости просим вас на нашу петушинскую землю. Добро пожаловать! Скрываемые песнями высоких гостей встречают на местной ферме. Владелец Джон Копийский организовал настоящий центр агротуризма, о развитии которого говорили на экономическом форуме. Сыроварни, экологически чистые продукты, домашний скот. Всё это здесь уже есть. А в перспективе строительство этой деревни с гостиницами, привлекательными для туристов. Здесь же, кстати, ежегодно проходит турнир по русским тройкам на Кубок губернатора. Светлана Орлова и полпредпрезидент Александр Беглов погрузились в жизнь глубинки, попробовали местных продуктов и даже прокатились на тройке владимирских тяжеловозов. Агрокультурному комплексу гости дали высокую оценку. А это уже школа посёлка Вольгинский. Она тесно сотрудничает с Центром Генериум вопросов подготовки кадров для химической, биологической и медицинской отраслей. Учатся в ней 740 детей. Половина выпускников поступает в вузы химико-биологического направления. Классы здесь тоже с естественно-научным уклоном. У выпускников мечта – отучиться в Москве и вернуться обратно в маленький посёлок. Я планирую поступать в Академию имени Тмирязева на факультет биологии. Мне очень нравится эта специальность. Я планирую стать учёным в какой-то степени и вернуться в свой родной посёлок, в МБЦ Генериум, чтобы сделать какие-нибудь открытия. Связь с биотехнологическим центром Генериума школа очень плотная. Компания инвестирует в будущие кадры. Отремонтировала спортзал на свои деньги, выделила выпускникам целевые направления в вузы. Сотрудники центра приглашают школьников на экскурсии. Правда, только старшеклассников. Губернатор недовольна. Тянуть детей в науку нужно как можно раньше. Вы ведите ребят, и ваши-то специалисты должны приходить же и общаться с ними? Мы общаемся. Вы знаете директора Тмир Генериума? Знаете, да? Ну вот видишь, тебя и не знают. Вот ты и общаешься. А кто я, знаете? Кто? Ну кто, скажите мне. Губернатор. Я общаюсь с ними, я знаю. Полпредпрезидента по ЦФО в нашей области гость частый. Александр Беглов любит ездить не столько по крупным городам, сколько по районам. А цель инспекции – посмотреть, как выполняются майские указы президента. Например, по строительству школ или по поддержке бизнеса. Правительство Владимирской области успешно справляется с ними, по некоторым опережает. То, что касается школ, то, что касается детских и дошкольных учреждений. Особенно большое продвижение – это привлечение инвестиций, создание условий для инвесторов. Здесь вот этот пример, где мы с вами находимся. В этом плане лучший пример – генериум. В этом центре научные сотрудники и трудятся, и живут, и отдыхают. Полпред интересуется условиями быта. А так специально дерево обшивали, потому что чувствуют, что вода сейчас 28, а воздух 26 здесь. С научными сотрудниками чиновники встретились лично. Поговорили о перспективах предприятия, о научных разработках и о проблемах. Работники генериума жаловались на качество дорог и на ситуацию с мусором. Территория красивая, а вот леса загрязнены. Губернатор велел и разобраться. Ведь генериум для области – комплекс уникальный. И власти надеются на дальнейшее его развитие. Предприятия, инвесторы и инвестиции у нас рост 104% по итогам первого квартала. Действительно, инвесторы приходят. Малый и средний бизнес, Александр Мич, мы развиваем. У нас сейчас на первом месте оплата подоходного налога, потому что малый и средний бизнес очень активно развивается. И уже его доля очень приличная. Вот такие вот комплексные объекты, которые сегодня строятся на территории Владимирской области, это действительно комплексный подход, когда люди и работают в одном месте, и живут, и занимаются досугом, спортом. Здесь культура, все у них на одном месте. Вот за этим будущее. Поэтому мы будем всеми силами помогать и поддерживать такие производства. Майские указы президента направлены на повышение качества жизни, а оно, уверен, полпред должно быть одинаково высоким, что в мегаполисе, что в маленьком поселке. К нашей области у Александра Беглова нареканий не возникло. Валерия Саенко, Илья Фомин, Шестой канал.